Маленькому Антону нет еще двух лет, но такой возраст не помеха добраться до окна, если игрушки стали неинтересны, а доносящиеся с улицы звуки стали весомой причиной разобраться, что там происходит. При любом удобном случае малыш Бойко залазит на подоконник, чтобы понаблюдать за жизнью улицы. Ему интересно следить за всем и с радостным восклицанием он рассказывает маме пока на своем языке о том, что видел. Правда, родители не поощряют такие вылазки, постоянно объясняя ребенку, что одному находиться на окне нельзя. Допустим, я открываю окно на распашку, чтобы проветрить, я стою, слежу в этот момент, чтобы не залез. Он всегда очень быстренько предвигает стул и всегда шустро пытается залезть, но всегда ругаемся, объясняем, что туда нельзя, показываем, что там очень высоко, можно упасть. Он уже понимает вроде в этот момент, но все равно дети у них на пять минут. Постоянный контроль и объяснение последствий – те меры, которые могут предотвратить трагедию. Детское любопытство не знает границ, и порой, наблюдая из окна многоэтажки за проезжающими мимо машинами или проходящими людьми, может случиться все, что угодно. К сожалению, несчастные случаи с участием детей происходят достаточно часто. Выпадение из окна – одна из тех опасностей, которые занимают лидирующую строчку печального рейтинга. За пять месяцев текущего года зарегистрированы четыре случая гибели детей на территории Брестской области. Несмотря на постоянные меры профилактического характера и освещение данной темы в средствах массовой информации, по-прежнему имеют место случаи выпадения детей из окон при различных обстоятельствах. В июне текущего года подобные случаи имели место на территории города Бреста и на территории города Кобрина. В одном из случаев малолетний ребенок, играясь вместе с малолетним братом, залез на подоконник, надавил на москитную сетку, которая, не выдержав его вес, упала. В результате чего ребенок выжил, однако получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован. Во втором случае малолетний ребенок, оставшись без взрослых в комнате, нашел спрятанную заранее оконную ручку, открыл дверь, надавив на противомоскитную сетку, выпал с высоты пятого этажа. В результате происшествия ребенку были причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. В настоящее время оба ребенка продолжают лечение, угрозы их жизни нет. Как показывает практика, риск, что ребенок сможет открыть окно, слишком высоко, потому необходимо соблюдать правила. Ведь оставленное без присмотра в режиме проветривания окно или москитная сетка не гарант безопасности ребенка. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья ваших детей, следователи рекомендуют Постоянно объяснять детям правила поведения в быту, вблизи проезжих частей и водоемов, а также во время игр на детских площадках. Рассмотреть вопрос об установке специальных запирающих устройств на окна. В случае наличия в квартире детей, открывать окна только в режим проветривания, исключив открытие полностью. Постоянно контролируйте местонахождение и поведение своих детей. Будьте для них пример. Как известно, самый лучший способ защиты детей – это внимательность взрослых.